Снова приветствую на канале всех любителей японского денима. Сегодня у нас на обзоре джинсы от бренда Eternal Model 811. Сам этот бренд, для тех кто за темой японского денима следит давно, является известным. В прошлом был достаточно культовый и часто продавался на западных площадках на форме Superfuture. Также достаточно много информации было в свое время о нем. Но в последнее время бренд сосредоточился в большей степени на японском рынке. Основные модели, которые известны любителям именно сырого денима, это 811 модель, это прямой регуляр и 883 модель, которая является более узкой и более низкопосадочной моделью. Также Eternal достаточно много уделяет внимания так называемый ремейт джинс. Но это тема больше популярна для внутрияпонского рынка. Это джинсы, которые вручную состаривают, потом сшивают в японских техниках, накладывают специальные заплаты. То есть на внутрияпонском рынке эта вещь достаточно популярная, интересная и дорогая. Для тех же, кто любит строго сырой деним, вряд ли это будет интересно. Поэтому мы сосредоточимся именно на 811 классической модели, которая мне попала в руки. Сейчас достаточно редко, где можно приобрести вот эти джинсы, денимео закупили у производителя совсем небольшую партию, причем в сыром варианте, в неусаженном. Потому что Eternal чаще всего пускает One Wash, причем One Wash очень сильный, жесткий. Вкратце расскажу свою историю, что когда-то у меня были в 31 размере, 811, но они у меня еще сильнее усохли. Это редкий тот вид денима, который садится реально очень сильно и тянется весьма неохотно. Поэтому я на свой 32, иногда 31 размер, здесь брал 33 размер, что пояс там не будет сильно тянуться. И по бедру тоже джинсы садятся намертво. Давайте смотреть, что из себя представляет. Средняя плотность, 14,5 унций деним, соткан из американского хлопка, средние короткие волокна. Предположу, что волокна и нить сильно скручены. То есть Eternal любит такой вот хрустящий деним, картонный, который нужно поразнашивать. К особенностям следует отнести достаточно темный цвет индиго, очень темно-чернильный. По информации от смал-производителя, то есть нить окрашивают канатным способом, погружением до 30 раз. То есть он максимально темный такой вот оттенок. Поэтому для тех, кто набирается терпения, много трет, много носит их, получается реально контрастный фейдинг, где очень темные участки денима, даже при многочисленных стирках, соседствуют с вытертым таким. То есть максимальный контраст. И давайте присмотримся. Здесь очень выразительная фактура такая, вертикально. Вот полосами такими. Достаточно красиво будет смотреться со временем. Вот такой вот деним. Интересный, темный. Но фейдинга быстро на нем не будет. Надо поносить и поносить хорошо. В деталях Eternal, как правило, весьма лаконичны. Они используются только самые базовые. Вот флешер у них такой тканый. Когда-то давно у них был Red Tab. Но Red Tab сейчас нет. Он у них перекочевал теперь на монетный карман. Вот такой вот у них теперь синий таб. Вот на монетном кармашке. Вот так они вышли из ситуации. Здесь все просто традиционно. Кожаный патч, иероглиф Вечность. Кстати, кто стирал на очень жестких режимах, нештатных, 90 градусов, говорят, что Eternal патч не разваливается. В отличие от всех других. Вот он у них достаточно стойкий. Но это есть кому интересно. Строчки классические. Рыжая лимонная нить. Вот прям вот традиционно-традиционно все. Форма карманов. Ну, ливайс 40-х годов в основе. Такие они не очень глубокие. Скрытые заклепки по бокам. Пуговицы также на основе винтажного ливайса. С 47-го года вот такие вот они матовые. Когда на джинсах стали изготавливать пуговицы с покрытием таким, чтобы они не ржавели уже. Сделано, кстати, достаточно тщательно, аккуратно. Все на месте. Все есть. Ничего тут, никаких обилий деталей вы не встретите. Эти джинсы сугубо с фокусом на сам денимы. Что человек их будет носить, тереть. Вот так они достаточно скромные визуально. Но джинсы интересны для тех, кто хочет получить максимально контраст. И кто любит такие вот хрустящие джинсы с темного индиго. Если посмотреть на кромку, идентификатор вот классический такой вот красный. Так что джинсы крутые. Я хотел себе, думаю, когда-нибудь себе приобрету снова Eternal 811. Вот они у меня в руках. Буду потихонечку носить. Как всегда, приложу текстовый обзор. Покажу все особенности. И, что мне было лично интересно, сравню с денимом Flathead. Почему с Flathead? Потому что у них реально очень похож деним. Вот у меня есть пара 380-х Flathead. Вот они. Я бы сказал, что деним реально похож. Единственное, что вот эти у меня уже разношенные. Вот он немножко деним распушился. Я бы сказал, вот чуть-чуть отличие в чем. У Eternal деним с чуть более скрученной нитью. Он более хрустящий. У Flathead визуально деним реально очень похож. Фактура примерно идентичная. Но он чуть-чуть такой вот помягче, попушистее. Совсем немного. Небольшое отличие есть. Хотя в то же время оба бренда зависят от поставок самого денима. Когда-то деним будет немножко одного оттенка, когда-то другого. Когда-то он пожёстче, когда-то помягче. Это у обоих бывает брендов. И у меня были Flathead с более жёстким денимом. Таком же 14,5 пионерский. Так что вот. Но Flathead более дорогая марка. Вот. Более детализирована. Вот. И более она известная. Вот здесь у них арки есть. В моём случае Flathead были поздней версии. Вот с двойной такой строчки. Потому что хлопковая нить она сечётся. Они здесь усиливали специально. Это, если не ошибаюсь, 2015 что ли год. Пуговицы такие более тёмные здесь. В плане деталей они здесь... Что мне не совсем нравится у 380 модель Flathead. Это тоже Regular Fit. В верхнем блоке он сидит поплотнее. Но у них очень высокие карманы, которыми пользоваться не очень-то удобно. В этом плане у Eternal поудобнее карман сделан. И у них верхний блок сам все просторнее. У них больше в Repro. А так, в целом, джинсы по стилистике похожи, я бы сказал. При том, что исторически Flathead всегда продавался дороже. И под конец он совсем что-то там за 30 тысяч йен уже ушло. При том, что Eternal 20 тысяч йен, по-моему, они всегда стоили. И они были более доступны. При этом джинсы по классу вполне сравнимы. Я не стал выбирать между Flathead и Eternal. У меня есть обе пары этих джинсов. И буду носить их с удовольствием. Так что в текстовом обзоре подробно рассмотрю обе модели, обе особенности. Постараюсь сравнить без попыток показать, что лучше, что хуже. Так что, как всегда, носить хорошие джинсы. Это отличное хобби, достаточно интересное. Меня оно не отпускает уже очень много лет. Спасибо всем, кто смотрел.